Дай почитать. Согласитесь, ведь мы совсем не боимся, что животные могут понимать наши разговоры. Но эволюция устной речи более противоречива, чем эволюция слуха. Одни ученые считают, что язык возник недавно с появлением Homo sapiens, и что эта языковая способность дала возможность человеку превзойти остальных доисторических людей. Другие ученые утверждают, что неандертальцы были умнее, чем принято считать, обладали некоторой способностью к производству речи и скрещивались с нашими предками, а не просто были ими вытеснены. Эволюция языка – очень противоречивая область исследования, и немногие из занятых в ней ученых готовы обсуждать теории друг друга, не выражая при этом презрения к отличным от их собственных точкам зрения. Британский физик, профессор кафедры инженерной акустики опубликовал книгу о самом индивидуальном и неповторимом качестве человека, по которому мы решаем, можно ли ему доверять. Нет, не по произносимым словам, а по интонации, тону, манере речи. Тревор Кокс и его глубокое исследование «Зачем мы говорим». История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта. В 18 лет высота тона голоса взрослого мужчины составляет примерно 120 Гц, женщины – 220 Гц. Но голос – это не только набор частот. В нем есть придыхание, модуляция, интонация, артикуляция, громкость, даже движение головы и жесты рук – все это голос. Человек моментально судит о других людях на основании их голосов. Греческий философ Аристотель предположил три способа убеждения – этнос – способность оратора внушать доверие, пафос – умение оратора почувствовать и отразить эмоции аудитории, и логос – рациональный аргумент. Аццерон, величайший оратор и политический деятель Римской Республики, писал – красноречие – одно из высших проявлений нравственной силы человека. Книга Тревора Кукса – интересный и поучительный рассказ о нашей способности разговаривать, детальное исследование физиологии голосового аппарата, доступное объяснение научных знаний о человеческой коммуникации. Это живая и убедительная история человеческой речи. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!